Сократ Его женой была Ксантипа, сварливая женщина, не раз кидавшаяся на мужа с побоями и руганью. И было за что, ведь его муж целыми днями ходил по улицам и площадям Афин, останавливая любых прохожих, политиков, ораторов, купцов, ремесленников, заводя с ними разговор о главном. Вопросы устройства мироздания, которые мучили предшествующих философов, его не волновали. Он считал эти вопросы непостижимыми, сложными и ненужными человеку. Особенностью Сократа, о которой спорят по сей день, был даймоний, внутренний голос, с детства говорящий ему, что не делать, и останавливающий от опрометчивых поступков. Мы не можем точно сказать, был ли это мистически божественный дар свыше. Ну, все верно, пока. Символическое выражение совести или психическое отклонение. Сократ нередко впадал в мистический экстаз и, останавливаясь, надолго прислушивался к своему даймонию, чтобы не совершить чего-либо лишнего или ложного. Дискуссия между Софистом и Сократом о существовании объективной истины зародилась приблизительно в пятом веке до нашей эры. Эта дискуссия продолжается до настоящего времени, и сейчас можно встретить людей, которые утверждают, что ничего объективного или общезначимого нет, что все одинаково, все относительно и субъективно, при общее время делалось приблизительно... Дискуссия между Софистом и Сократом о существовании объективной истины зародилась приблизительно в пятом веке до нашей эры. Эта дискуссия продолжается до настоящего времени, и сейчас можно встретить людей, которые утверждают, что ничего объективного или общезначимого нет. Софисты так не утверждали. Некоторые из них да, некоторые из них нет. Вообще, я сегодня выпустил пост про Софистику, я просто вот сделаю небольшой акцент на этом, небольшой пост про Софистику, что такое, по сути, Софистика. Сейчас я вам его покажу и зачитаю, соответственно, вот. Лайков пока мало, люди не понимают, видимо, о чем написано, ну, потому что не шарят, да? Что есть Софистика? Это понимание того, что на словах, то есть в скобочках, с помощью логики, логик, диалектики и прочих методов может быть доказано буквально все, что угодно. Для представителей той или иной догматической школы это не очень очевидно, потому что он верует в ограниченное множество непротиворечащих друг другу фактов, которые помещают в свойственную для его мысли систему рассуждений. Но и системы могут быть разные, и факты могут отличаться в интерпретации настолько, что из одних и тех же феноменов будут следовать противоположные и даже противоречащие друг другу вещи. В мире, где факты лишь интерпретация, не важна система рассуждений, так как вводные данные в эту систему могут быть любые. И, следовательно, доказать можно все, что угодно. Не менее очевидно, что и систему рассуждений можно изменить, и они менялись фактически с ходом истории. Софистика – это реалистичное отношение к рассуждениям, когда человек понимает двоякость доказательств и их глубинную несостоятельность, а потому может без загрузения совести использовать как логические ошибки той или иной системы рассуждения, так и удобные для себя интерпретации фактов. В софистике не факты и система рассуждений управляют человеком, а человек ими. Вот, просто я проясню немножко, что такое на самом деле софистика и какие базовые убеждения у них были. Вот базовые убеждения в несостоятельности аргументации, уже существующей, это оно и это очень важно. Это очень важно. Это фундаментально важно. Сократ здесь, Сократ здесь. Изначально, видимо, у него есть всякие тенденции софистической философии, типа я знаю, что ничего не знаю. Кроме того, Сократ не рассуждает о вопросах, связанных с антологией и метафизикой. Действительно, Сократ бережет себя от этих вопросов. Есть такое. Хотя у Платона Сократ что только не делает в итоге, но платоновский Сократ это уже отдельная, отдельная, в общем-то, наша позиция для разговора. Давайте не будем, не будем о нем беседовать. Так вот, Сократ со своей догматичной этикой, он, конечно, ушел несколько дальше от привычного образа софистов, но, на мой взгляд, Сократ в принципе, в принципе, может быть определен как софист. Ну, то есть, смотрите, если бы у Сократа не учились Платон и потом уже у Платона не учился бы Аристотель, который непосредственно образ Сократа активно пропагандировали. И именно пропагандировали вот тот аспект, что Сократ был против софистов, да. Вот если бы не было этой пропаганды, если бы не было этой пропаганды, то, скорее всего, то, скорее всего, мы бы сейчас Сократа считали одним из софистов, причем одним из не самых, как бы, знаете, мощных софистов, потому что, ну, по сравнению с Протогором, по сравнению с Горгием, Сократовские рассуждения, ну, это, простите, на детский сад похоже, но они значительно проще, они значительно проще, идеи значительно проще. Глубина значительно меньше, то есть, если Горги и Протогор, они сразу нырнули в методологию, очень глубоко нырнули в методологию, и убедились в том, насколько трудно все вокруг доказывать, включая этические постулаты. Сократ, он нырнул в методологию несколько менее глубоко и начал в диалектику, в общем-то, упираться. Своей диалектикой он решил, что может разрешить все вопросы, в споре рождается истина, в споре рождается истина, и Платон здесь подхватил его идею, только распространил эту идею еще и на метафизические высказывания в том числе. Теперь в споре рождается истина не только об этике, а о нравственности, хотя это, в принципе, наверное, логично, да? Это хороший метод для решения этической проблемы. Вот мы спорим, и когда мы приходим к единому решению, мы можем сказать, что вот между нами образовалось некое понимание этической проблемы, и мы такие, ну давайте вот этиковые, этические точки зрения, давайте поступать именно так. Это допустимо, это вполне допустимый подход именно к этике относительно. А Платон развивает его на все остальное просто, да. И как на всем остальном работает, непонятно. Что все одинаково, все относительно и субъективно. Сколько? Не, все относительно говорил Протагор. Субъективно ХЗ. ХЗ, ХЗ, ХЗ. Ну, Протагор тоже говорил. Другие говорили просто о том, что, ну, познание невозможно. По-разному, там разные позиции были. Был Продик, он просто атеист, как бы. Только людей, столько и мнений. Это, несомненно, точка зрения древних софистов. В смысле, это, несомненно, точка зрения древних софистов. У софистов были разные точки зрения. Дяденька, учи, как бы, мочасть. По Сократу истина одна. Она как солнце в небе. Все освещает и всех согревает. Но истина бесконечна, и каждый видит лишь какой-то ее фрагмент. Частицу большого пазла. По Сократу, если кто-то не замечает объективной истины, то это вовсе не означает, что ее нет. Точно так же, как если кто-то закрывает глаза или отвернется от солнца. Он тем сам. Апологию Сократа, да, наверное, тоже довольно сомнительный текст, но, наверное, наиболее близкий к реальности из платоновских. Ксенофон-то почитать рекомендую и полистать неплохо. ...не отменяет его существование на небосводе. Истину так же нельзя присвоить. К ней причастны все, но никто не может ее монополизировать. Единственное, о чем можно точно знать, это о собственном незнании, о трудностях, которые встают перед нами при попытках что-то постичь. Я знаю только то, что ничего не знаю, говорил Сократ. Ну, то есть, на мой взгляд, сократовская вообще парадигма звучит довольно наивно по сравнению с софистическими высказываниями. Софистика очень сильна, на мой взгляд, опять же. Очень сильна и очень мощна, по крайней мере, была. Я бы хотел посмотреть, что бы получилось из этого проекта, если бы его не уничтожили в античности. Потому что проект довольно сильный, но он очень резко деградировал, а потом перешел просто в обычную риторику, и риторы уже не особо философией занимались. Их мало интересовали вопросы методологии, теории познания, они мало интересовались реально какими-то... реально значительными вещами уже после, да? То есть, самые поздние софисты, но это обычно уже деградировавшая вот такая школа. А почему деградировавшая? Потому что, ну, критики запинали непосредственно. Всех, кого только можно. Чем тогда философ отличается от обывателя, считающего поиск ответов чем-то пустым и смешным? Обыватель ничего не знает об истине, но считает, что все знает, и поэтому спокоен и доволен собой. А философ знает о том, что он ничего не знает. Ну, неправильное определение философа, опять же. По Сократу, ну, нет. Может быть, Сократ действительно так и думал, но тогда Сократ дает неправильное определение философии, скорее. Философ знает, что ничего не знает. Но большинство философов думали, что они что-то знают. Например, до Сократики почти все думали, что обладают знанием Да и постсократики думали, что они обладают знанием Платон думал, что он обладает знанием Аристотель думал, что он обладает знанием Все фактически думали, что они обладают знаниями Кроме там скептиков и софистов, ну и Сократа Поэтому находятся в духовном поиске Знание о собственном незнании и несовершенстве Это наиболее высокое знание Ведь оно представляет собой первый шаг на пути к подлинному знанию и совершенству Философ по Сократу должен был содействовать ищущему в его начинаниях, не предлагая готовых ответов, помогая лишь сориентироваться. Маевтика – сократический метод. Сократ считал, что в простой беседе философ помогает рождению истины. Важно, чтобы человек в беседе сам пришел к факту своего незнания, увидел его, ощутил. Эта тактика беседы, конечно же, намного сложнее, чем прямое самоуверенное безабелляционное заявление своей правоты или неправоты собеседника, но именно она может дать хоть какие-то действенные результаты. Такая тактика беседы и является разновидностью Маевтики, любимой Сократом. В своих беседах Сократ только подводил слушателя к пониманию того, что никто не может быть вполне доволен своей жизнью и самим собой, что нет пределов к вопросам, сомнениям и стремлениям к совершенству. Ставил человека в затруднение, озадачивал его противоречиями, заставлял усомниться в очевидном. При этом зачастую... Да, 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 заставлял усомниться в очевидном, прям каждый раз, да. А в итоге приводил все к благу. Вот, вот это да, к истине, к благу. А что если усомниться в истине и в благе? Пользовался методом софиста. Только софисты своей целью ставили сбить человека с толку, поставить его в тупик. Так, а вот тут не надо рассуждать о том, к чему софисты стремились. Это, по-моему, это платоновская пропаганда, короче. Это нет, это фигня. Мы толком не знаем, к чему софисты стремились. В платоновской пропаганде написано, что они денежки хотели заработать. Плохие-плохие, хотели денежки, нажиться денежками, да, хотели. Но то же самое я мог бы сказать про Платона, например. О, Академию построил. А для чего? А чтобы денежки, короче, у него были, понимаете, чтобы денежек, короче, получить побольше. Гребанный Платон. Вот-вот гад. Вот говнюк какой, да, неожиданно. Тоже можно было бы так сказать, если бы мы не обладали большим количеством текстов Платона. Большим количеством текстов софистов мы не располагаем, к сожалению. Поэтому говорить о том, что к чему они реально стремились, мы не можем. Более того, я настаиваю на том, что это такая методологическая установка. Причем вполне так себе адекватная установка, ну, в том плане, что мы начинаем понимать, что системы рассуждения, которые созданы уже, они не работают. И что факты – суть интерпретации, что со всем этим можно играть по-разному. И по-разному с этим можно работать. Понимаете? То есть софисты – это такие своеобразные античные плюралисты. Они предлагают вам возможность выйти за пределы одной философской школы, одного типа рассуждения, одного способа оценки фактов, да, и охватить все это сразу попытаться. Все системы фактов, все системы логик охватить вместе. В этом смысле я тоже себя софистом, кстати, называю. И это, в принципе, считаю вполне хорошим, позитивным званием. Нет, это не были нотки Гоблина. Но я просто напоминаю, что люди многие преуменьшают значимость. С одной стороны, значимость софистов, а без софистов не было бы ни Сократа, ни Платона, ни Аристотеля, ну, просто с высокой степенью вероятности. Потому что, ну, Платон, Аристотель и Сократ, они во многом, да, строятся на противоречии софистам. Особенно Платон и Аристотель. Это одна из самых главных интеллектуальных, в общем-то, одно из самых главных интеллектуальных противостояний вот классического периода античной философии. Без софистов мы вряд ли себе можем представить. Ни Платона, ни Аристотеля, не-не-не-не, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Но Платон и Аристотель своих оппонентов, к сожалению, не уважали, не уважали. Да, Тимур, есть такое. Софисты обогнали человечество на, ну, не три тысячи лет, на две с половиной тысячи лет где-то обогнали, потому что, ну, релятивизм потом настоящий появится значительно позже. И агностицизм на самом деле тоже появится потом значительно позже. По крайней мере, в европейском регионе. Ну, и скептицизм тоже появится значительно позже, хотя скептики и софисты немного разные группы людей, потому что у софистов все еще были догмы. Скептики отказываются и от догм-софистов непосредственно, что тоже как бы это следующий шаг вперед вот в этом таком незнании. Но агностические школы были, например, в Индии. Аджняна Вада, например, она, да, существовала, школа Аджняна. Но она исчезла, она в итоге испарилась, тоже испарилась, от нее ничего не осталось. Были интересные китайские мыслители, которые проявляли сомнения к традиции, типа Ван Би, там еще разных таких ребят. То есть мы можем встретить, можем встретить интересных персонажей даже в Китае, которые были достаточно критичны. Ну и вот. Показать относительность и субъективность, а также за деньги учили всех желающих. Сократ же делал то же самое для того, чтобы через сомнения подтолкнуть человека поиску истины. У софистов был диалог под видом монолога. Сократ не принимал активного участия в политической жизни, но добросовестно и честно выполнял свои обязанности граждан... Хочешь, Сократ был молодец. Латонина. Участвовал в военных походах, а также заседал в суде. Почему не оставил трудов? Не писали также Будда, Конфуций и Сократ. В беседе можно изменить свое мнение, а в книге уже нет. Доверяя мысль бумаге, теряется мысль. Но все же на бумаге размышления Сократа запечатлел его ученик, Платон. Да, да, да. Прям взял и запечатлел один в один. Вообще никаких сомнений нет, что Сократ именно так и рассуждал. Да, конечно. Действительно это так и было. Именно поэтому зачастую невозможно отделить мысли Платона от мысли Сократа. Почему судили Сократа? Сократ в реальности. Сейчас я придумаю вопрос. О боже мой, как бы доебаться до этого мужика, господи. Боже мой, господи, стоп. Что бы мне ему сказать, боже мой. Сократ в реальности. Да, Сократ у Платона. Сократ у Платона. Благо есть бытие сущего, короче. Все, понимаешь, все раскидано. Вот ты говоришь, что благо это дрочить пипиську. Но нет, дрочить пипиську нельзя. О, клянусь Зевсом, ты прав, Сократа. О, клянусь Зевсом, короче, да. Вероятно, для Сократа не было неожиданностью то, что... Гиряльно, судят. Ведь Сократ являлся главным лицом перед развращением Полиса. Он являлся его... Не, я просто говорю, что, судя по всему, Сократ не был таким мастером великим рассуждений, как об этом, ну, говорят непосредственно... Как об этом говорит Платон. У Платона Сократ это чувак, который рассуждает вот такими вот, вот такими вот кусками текста, во-первых. И, во-вторых, он совершенно не забывает, что он говорил для этого. Это сверхчеловечное, в общем, понимаете? То, как у Платона рассуждает Сократ, это сверхчеловечное, и так рассуждать можно только в тексте. Вот о чем я сейчас пытаюсь сказать. Вот Сократ Ксенофонта, он более реалистичен. Он такой подходит, и давай колкую фразу какую-то сказал кому-то, и поехали там спорить немного, да. То есть, я верю, что Сократ Ксенофонта мог существовать. Я не верю, что Сократ Платона мог существовать в том виде, в каком он написан, потому что, ну, сильно длинные рассуждения. Либо Сократ был великим гением и сверхчеловеком, что маловероятно. Либо Платон приукрасил, ну, потому что в тексте писать рассуждения значительно проще, чем их в жизни выводить. Опять же, в прямом эфире рассуждать, вот как я рассуждаю, это довольно трудная задача. Сократ вот так бы смог рассуждать. Но заметим, что в диалогах Платона он рассуждает на несколько уровней выше. Нет, Тимур, Сократ не основатель этики. Этика была и до Сократа, семь мудрецов еще были, так что, ну, это и во времена Фалеса как бы. Не-не-не, Сократ не основатель этики. То есть, тут надо увидеть, что стиль рассуждения Сократа, он довольно высокоуровневый в диалогах Платона. Он настолько высокоуровневый, что я просто не могу назвать ни одного человека в жизни, который бы рассуждал свободно, в свободной беседе, так же, как Сократ. Таких просто не существует. При том, что сейчас у нас общество, в котором все образованы, тем более я кружусь, кружусь в основном в интеллектуальных кругах, профессора всякие, да, доценты, студенты по философии. Очень-очень умные, в общем, ребята, люди, замечательные, замечательные персонажи. Ну, Штирнер тогда не прав Тимуру, все-все просто. Такс. При этом ни один не может так рассуждать. Ну, как Сократ в диалогах Платона, потому что, видимо, никто не может так рассуждать. Слишком сильно, слишком большая, в общем, ноша. К защитникам столкнулось общество и личность. Так же, вероятен и налет политики, ведь к кругу Сократа относятся неприятные к власти личности, тот же Критий, который был одним из 30 тиранов. Фактически, Сократ бросал вызов Полюсу. Или вы должны измениться, или вы должны убить меня. Более того, уже в заключении, Сократ отказывается от предложения спасти его попыткой выкупа. Сократ считал, что нельзя воссоздать несправедливость за справедливость. Нельзя ставить впереди справедливости ничего. Ни детей, ни жизнь. Поэтому он предпочел смерть, отречению от своих убеждений или бегству из темницы. Потрясающе.